В преддверии Нового года все находятся в ожидании чудес. Они как раз происходят на фабрике с говорящим названием «Волшебница». Как готовят шоколад и чем удивляют люберецкие произведители, узнал глава люберец Владимир Ружицкий. Родовые бобы. В них не добавляется краситель, они розовые. Такие имеют ягодное послевкусие. Натуральная ягодная мякоть в рубиновых какао-бобах. Новинкой гостей встречали на предприятии. Уникальный ассортимент. Не только визитная карточка люберецкой фабрики, но и главная возможность в современных реалиях – выжить среди конкурентов. Мы выдерживаем чистоту рецептуры. В нашем шоколаде только натуральное какао-масло, натуральное какао-тертое. И состав и содержание этих какао-продуктов самое высокое. Не просто, но мы это делаем. Благодаря в том числе и добросовестному отношению к делу люберецкие шоколатье работают уже 24 года. Сегодня фабрика насчитывает почти 200 наименований продукции. Выбрать могут и те, кто любит фруктовые начинки, и те, кто следит за фигурой. 3000 тонн. Именно столько в год производит волшебница. Половина из этого – плиточный шоколад. Сезон, а это с августа по февраль, этот конвейер не останавливается ни на минуту. 80% произведенной продукции попадает на отечественные прилавки. Остальные 20% – на зарубежный рынок. Над вкусовыми качествами, дизайнерскими решениями, продвижением и разработкой новых видов шоколада. На фабрике трудится 140 человек. Фабрика «Волшебница» абсолютно не уступает всем стандартам российского классического шоколада. Понятно, что рынок непростой, но качество всегда побеждает, поэтому шоколад пользуется спросом. Я бы хотел сказать слова благодарности и руководству вот этой компании. Я оцениваю, что компания из перспективы. На грядущий год у шоколадной фабрики большие планы. Обновить оборудование и запустить 30 новых позиций сладкой продукции. Ведь, как показали исследования, спрос на шоколад в непростое время только растет. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.